Глава четырнадцатая. Интервью с гуру. Что самое непростое на пути к обретению мудрости? Самое непростое в обретении мудрости – это осознание того, что чьё-либо узкое понимание – это нормально, и желание людей навязывать и противопоставлять всему субъективность, принимаемую за объективность, тоже нормально. И как же справляться с тем, что невежество так ирьяно отстаивается и противопоставляется? Во-первых, не воспринимать верящих в правильность своих пониманий невежественными. В том-то и проблема субъективного восприятия, что оно кажется очевидно верным. Самое забавное, что практически любая искренняя вера, даже вера в несуществующие, находит подтверждение в персональной реальности верующего, так как становится, по сути, операционной системой, проецирующей реальность. То есть стоит принимать как обязательные к существованию иные точки зрения, так как из той позиции каждый видел бы так же, как оттуда видеться другим. Ну а во-вторых, не навязывать людям готовых знаний. Постойте, но вы же делитесь знаниями с другими. Делюсь, но не навязываю свою правильность. Я либо отвечаю на вопросы, что не является навязыванием, либо помогаю в подсказывании направления, заинтересованном в реализации осознания природы воспринимаемой реальности. Когда в сознании ищущих происходят некоторые разочарования привычным мировоззрением, которые хоть и кажутся правильным, но при этом не способствуют стабильно счастливому и спокойному восприятию течения жизни, то предлагаю способы перенастройки восприятия, способствующие трансформации сознания в освобождающем направлении. И даже отвечать на вопросы, стараясь, задавая встречные вопросы, ответы на которые обесценивают существующие знания. Проблема традиционного воспитания в том, что взрослеющим человечкам, пытающимся понять реальность, в которую они вовлекаются, на их вопросы мы часто даём готовые шаблоны, вместо подсказки способов самостоятельного постижения той или иной темы посредством целостного понимания или хотя бы понимания с разных точек зрения. И мы почти не учим детей постигать свою природу посредством более глубокого осознания на чувственном уровне. В этот момент где-то к красивой мелодии зазвучала бамбуковая флейта. Гуру улыбнулся, вежливо произнёс «Извините», и достал смартфон из-под диванной подушки, на которой опирался. «Алло». После небольшой паузы, «А как он должен был поступить?» Ещё пауза и «А возможно, что он, будучи другим человеком, мог не принимать того, как именно правильно по-твоему?» И поэтому, совершенно естественно, поступил по-своему. Мудрец ещё немного послушал ответ, потом снова улыбнулся и, убрав смартфон под подушку, спросил «У вас есть ещё ко мне вопросы?» «Да. Существует ли реинкарнация?» Если все наши восприятия жизни происходят в едином сознании, то как можно отделить одну жизнь от других? Только если в изменённом состоянии сознания восприятием от первого лица считать моменты какой-либо из прошлых жизней и приписать её непосредственный опыт тому, кто сонастроился на восприятие этих фрагментов. Такое равнозначно монополизацией зрителям сопереживаемого опыта персонажей, книг или фильмов. Повторюсь, все существующие восприятия себя происходят в едином сознании, как многоканальное вовлечение в переживания отдельно воспринимаемых, но взаимодействующих между собой сновидений жизни. И поэтому деления на персональную причастность к тому или иному опыту обусловлены вовлечением в текущую иллюзию отдельности своих переживаний. Спасибо. И в завершение нашей беседы что бы вы посоветовали людям для счастливой жизни? Всё существующее обязательно завершится. И беспокойство по этому поводу бесполезная трата текущего времени. Время оно как вода в пока ещё текущем ручейке. И если журчанием этой воды не наслаждаться прямо сейчас, а вместо этого переживать то, что она утекает и обязательно закончится, то это значит, что мы сами настроены на негативное отношение к текущему времени. Возникла небольшая осмысливающая пауза, и Гуру спросил. Знаете, как хорошо жить, наблюдая, как всё само улучшается? Не спрашиваю, представляете ли вы, каково это, а знаете ли на своём опыте? На своём опыте думаю, что не знаю. Желаете услышать, почему так происходит? Да, с интересом послушаю. Потому что именно таким образом вы не воспринимаете. Даже на научном уровне этой реальности квантовая физика сообщает, видимое происходит в сознании видящего, и поэтому настройки состояния смотрения оказывают значительное влияние на направление трансформации воспринимаемой реальности. Помните цитату Бориса Пастернака? Я знал двух влюблённых, живших в Петрограде в дни революции и не заметивших её. Так вот, такое не выдумка писателя. В формировании проекции персональной реальности собственные состояния имеют приоритет над влиянием информации, объективной для большинства. Именно сознательная регулировка состояния позволяет некоторым йогам, шаолиньским монахам и другим лицам демонстрировать персональные возможности, преобладающие над закономерностями, ограничивающими большинство людей. Так что люди сами блокируют пребывание в состоянии счастья текущим вниманием к переживанию серьёзных или несчастливых состояний.